Ну что, я приехала в Амстердам. Сегодня по плану визит в Райкс Мьюзиум. В прошлый раз я не попала из-за того, что билеты все были распроданы. Но сегодня уже купила билеты онлайн. Посмотрите на другую. И надеюсь, что все получится. Погода не очень радует, потому что... Ага, солнышка нет сегодня, но зато прохладно. Обещают дождь. Посмотрим, как все пройдет. Сейчас мы направляемся из Центрального вокзала. Собственно, он за моей спиной. Идем в центр города. Отсюда начинается большинство путешествий в Амстердаме. Здесь также можно прокатиться на кораблике и двинуться в любую сторону города. Пока я добираюсь до музея. Амстердам живет в своей обычной деловой жизнью среды. Все движется. Но также очень много туристов. Люди наслаждаются городом. Наслаждаются прохладной погодой после нескольких недель действительно жары. И сейчас мы повернем направо в этот квартал. Красивейший отель Европа. Стоит прямо на перекрестке и на берегу канала. И рядом красивые дома обычные. В Амстердаме больше домов с многоэтажностью для Амстердама. Это нормально. Но в других городах, обычно это в больших городах, в маленьких городах вы не встретите столько этажей. И я прохожу мимо Амстердамского цветочного рынка. Он выглядит довольно скромно. Это обычные палатки, которые расположены на всю улицу. Но здесь вы можете купить любые цветы, луковицы. И даже, как вы видите, объявление, что можно отправить их в любую точку мира. Вот такая красота. Тюльпаны всех возможных видов и расцветок. И здесь рядом всегда захожу. Пусто плевалаться. Розы. Запах свежести. Потрясающий. Сейчас сезон пиона. Нежнейшие тюльпаны. Проходя мимо, не смогла не свернуть на вот эту потрясающую зеленую улицу. Она находится прямо рядом с цветочным рынком. И здесь дома украшены увитами, увитоплющен. Что, конечно, создаёт особую атмосферу. А в Амстердаме, как в туристическом городе, конечно, очень много заведений различных. И поскольку это столица бывшей колониальной империи, здесь можно встретить всякую возможную еду. Тайскую, индийскую, китайскую, индонезийская кухня. Также очень популярна. Пока я не могу сказать, что я хорошо знакома с голландской кухней. Потому что мне кажется, что она заключается в крокетах, бетерболинах, к артушке фри и овощах. Но мне пока, может быть, просто не повезло. Обратите внимание, этот дом угловой. И построен он в 1735 году. Мне очень хочется попасть внутрь вот таких угловых домов. Они когда встречаются в разных городах Голландии. И посмотреть, как обустроить комнату в такой ситуации, когда у тебя есть такой маленький угол. Я не знаю, он примерно 50 сантиметров. Я уже почти рядом с музеем. На каналах тоже можно покататься на лобочке. Экскурсия. Спокойный, обычный день туристического Амстердама. Мы в самом-самом центре. Рекс-музеум уже фактически виден отсюда. У меня еще целых 20-30 минут, потому что я могу посмотреть, что здесь вокруг. В галерее. Здесь есть много, что посмотреть. Старинные антиквартовые магазины. Есть время. Ну вот, можно купить у Ангока копии за 28 евро. Разная тематика. Разные цены. Свернула в ближайшую улочку, которая находится рядом с Райкс-мизу. И здесь вот такие старинные дома, где живут люди. Вставляют свои велосипеды. Украшают вход цветами. Как вы видите, у этих домов крюки, чтобы поднимать вещи наверх. Эта традиция появилась в древности, поскольку голландские дома очень узкие. И для того, чтобы в древности поднять наверх какой-то груз, необходимо было вот такой иметь крюк. И на веревке все это поднималось. И крюки до сих пор остались, как памятные знаки Амстердама. Еще немного красоты из обычной повседневной жизни Амстердама. Открытые салоны. Каждый человек в Амстердаме должен иметь хотя бы один велосипед. Поэтому их везде так много. Здесь мы сможем с вами побледить немножко жизни обычного амстердамца. Вот такие квартиры. Библиотека. И вот второй этаж. Ну вот я и рядом с музеем. Времени все еще в запасе много. Что будем осматривать окрестности. Ну вот мы и музеи. Меня пустили раньше. Хотя резервация на 2. Но в 13.35 я живу здесь. Пойдем посмотрим, что продают в местном магазине. Ну что ж, я зашла в зал, который находится прямо рядом с ходом. Здесь уникальные сокровища. Некоторые, которые собраны специально отдельно и посвящены морской тематике. Ну, поскольку для Голландии, конечно, это очень важная эпоха. Такие замечательные модели кораблей. Такие модели пистолетов. Настолько элегантная и тонкая работа. Что удивительно. Ну и невозможно пройти мимо этой вещи. Это кинжал. Подарок королю Вильяму Первому. И здесь находятся 117 бриллиантов. Камера не передает, как они сверкают. Вот такие оптические квартиры. Выглядит совершенно реальный. Хотя это роспись на стекле. Очень тонкая работа как-то тут внутри. 1750-1830 год. Очень красиво. Конечно, прекрасный дельский фарфор. Фарфор был завезен в Голландии через испанцев, которые взяли этот рецепт из Персии. Но потом, когда появился китайский фарфор, Голландцы усовершенствовали свои фабрики. Вот эта работа. Невозможно проверить. 1750-1775 год. Сейчас я еще ищу детали. И у нас такой цвет яркий сохранился, прекрасный. Что, на предыдущем видео я увидела чудесные олиографические копии. Знаменитая картинка, которую можно купить. Цена начиная от 85 евро. И сейчас мы уже с вами движемся. Каждый этаж отвечает. Я уже посмотрела специальные коллекции. И первый этаж 1700-1800 года. Так что у меня есть вот такой путеводитель небольшой совсем. Будем смотреть. Ну что, мы с вами находимся в таком красивейшем зале. И нам нужно будет увидеть сейчас, конечно же, Аверкампфа. Замечательную зиму. Рамбрат в ночной дозор. Знаменитей же Вермеера. И все, что касается этого века. Вперед. 1715-1720 годы. Заказная кровать для одного из знатных путей того времени. Шелк из Дамаска. Декорации. Для конкретного дома она была заказана. А здесь мы с вами видим мини-домики. Для детей, которые играли. И здесь все комнаты. И когда мы играли. Настоящая копия того, что пристали. На самом деле, дома можно представить. Здесь замечательный фильм. Называется «Миниатюрист». На эту тему. Здесь домашка разокрупнее. Здесь домашка разокрупнее. Да. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...